Высокотехнологичное производство, рекламные услуги, общественное питание, организация праздников, клиники и салоны красоты – во всех этих сферах работают и делают нашу жизнь лучше представители бизнеса. В честь Дня российского предпринимателя в новом Центре культурного развития прошёл торжественный вечер. Самых активных, целеустремлённых и неравнодушных саровчан отметило руководство города и области. «Больше 20% работоспособного населения занято в сфере предпринимательства. То есть 20% работоспособных жителей работают рядом с нами, вы за них отвечаете, вы идёте их по жизни, направляете, отвечаете за них, за их родителей, за их детей. Это очень большая ответственность, поэтому действительно это государственный день предприниматель. С учётом закрытой территории, с учётом тех сложностей, с которыми вы сталкиваетесь, вы действительно по-настоящему самая гибкая, наверное, структура личности, умеющая подстраиваться под любую задачу». Кто-то только начинает набирать обороты, кто-то уже отмечает крупные юбилейные даты. Путь предпринимателя однозначно непрост, но те, кто начинает развивать своё дело, растут вместе с ним. Руководитель рекламно-производственной компании Сарова Алексей Злобин признаётся, когда открывал бизнес в 2012 году, не ожидал, что трансформация произойдёт так быстро. «И по прошествии, скажем так, трёх-четырёх лет, мы поняли, что одного станка уже мало, нужно покупать ещё один. И на сегодняшний день это большой цех производства. Первые три года ты думаешь, что это всё очень дело просто – организовать свой бизнес и просто в нём как бы участвовать, как творческий человек. Но не тут-то было. Надо управлять фирмой, думать по-другому, делать какие-то решения, переносить трудности с теми же самыми сотрудниками». О взлётах и падениях эти люди знают не понаслышке. Но главная причина, почему они идут вперёд – клиенты и покупатели. Ежегодно в городе проходит конкурс «Лучший предприниматель». На праздничном вечере организаторы подвели итоги и наградили победителей в восьми номинациях. Прорыв года совершил Андрей Калинкин. Лучшим в здравоохранении стал Руслан Джафаров. Приз за бизнес онлайн получила Анастасия Добрынина, а за творчество – Анна Козловская.